Как найти работу? 50 лет, денег нет. На работу не принимают. Помните, я вчера показывал, как не принимают? Сильная привязанность к работе. Я хочу у вас работать. Ибо стар. Не 50 лет. Если у меня не будет работы, кто меня возьмет себе на работу? Поднимите руку. Есть тут? Ну, пожалуйста. Десять вариантов. Тоже 50 лет, тоже стар. Ну что, люди хотят меня принять на работу. Чернорабочие не берут, потому что слишком интеллигентные. Что делать? Что делать? Все же просто, что делать. Надо изжить из своем сердца вот эту карму. Карму нищеты. Служить Богу просто. Знаете, я вам скажу, вот в Индии, там люди живут проголодь, многие. Крестьяне. То есть, они работают за горстку риса в день. Они едят только один рис. И больше ничего. И так всю жизнь. Но некоторые из них понимают, что так жить дальше нельзя. Молодые ребята. Они идут просто в ведический храм. И начинают там просто думать о Боге, служить, заботиться, проповедовать, читать лекции, обучаться. И начинают вот такую жизнь. Крестьяне обычные, неграмотные. Теперь я вам расскажу про их судьбу. Я таких людей видел много. Смотрите. Сначала эти ребята выучиваются грамоте на своем языке. Потом они выучивают все английский язык, потому что у нас международная духовная традиция. Все выучивают английский язык. Дальше. Так как они постоянно работают с людьми, которые дают пожертвования, эти люди состоятельные и благочестивые. Они начинают получать образование, как вести себя с порядочными людьми. То есть, из деревни, из простой. Они начинают общаться с людьми порядочными и становятся такими же. Дальше. Все это время они кушают три раза в день вкусную пищу освещенную. Не только один рис. Еды хватает. Понимаете? То есть, эти люди живут счастливо все это время. Они получают образование, получают хорошее общение. Какой результат жизни? Знаете, какой? Те люди проживают 6-7 лет в храме один и тот же результат. Приходит время, они хотят уже жениться. И что происходит? Те люди, которые приносили пожертвования в храм, когда они у них спрашивают, где мне работать? Эти люди говорят, не надо ничего, не ищи. Какая работа? Ко мне, ко мне. И они не жалеют потом. Потому что такой человек, который прожил 7 лет в храме, он реально очень честный, ответственный, серьезный, опытный и так далее. И просто незаменимый сотрудник становится. Человек, который был босиком, просто жил в проголодь, просто взял 7 жизней и отдал жизни в храме. 7 лет жизни. Он получил себе хорошую возвышенную жену, получил себе хорошую работу, занял высокое положение в обществе. Так сильно поменялась его жизнь. А вот мой духовный учитель, он родился в простой деревне христианской в Индии и просто был простым бедным человеком. И он совсем другой путь себе выбрал. Он вообще просто взял и отрекся от мира. И сейчас это духовный учитель, у которого 5000 учеников по всей земле. Он знает несколько языков. Он очень образованный человек. Он знает санскрит. И дает знания всем. И он строит по всему миру храмы еще к тому же. Так поменялась его жизнь. Должен был просто обычным крестьянин на поле там работать, но он стал таким возвышенным и незаменимым человеком в своей жизни. Когда человек отдает свою жизнь Богу, назад приходит гораздо больше. Хотя бы чуть-чуть, капельку отдать чуть-чуть Богу. Назад придет тысячу раз больше. Если у вас нет работы, ну начните духовную жизнь. Ну пристройтесь при каком-то храме. Скажите, я хочу вам помогать. Вас будут кормить, вас будут поить, у вас будет кровь, у вас будет одежда. Все. Вы уже не нищий. Там вы получите образование, получите воспитание духовное, получите столько счастья. Еще подумайте потом, уходить туда или нет, когда вам работу предложат. Но я вам, видите, сказал вариант, который вы не примете сейчас от меня. Вы скажете, да зачем я пойду, что я, дурак что ли, при храме жить? Я же не нищий там, не ободранный. Я у вас о работе просто, Олег Геннадьевич спросил. А я вам и говорю, что только скупые люди страдают в этом мире. Бог нам уже дал возможность быть счастливыми прямо сейчас. Заплати цену. Не хочешь платить цену? Тогда просто молись. Учись строить духовные отношения. Вот почему 10 человек подняли руку, что они готовы принять меня на работу? Потому что они в меня верят. Мне верят. Когда человек начинает духовной практикой заниматься, у него появляются друзья, которые ему верят. Вот поднимите руку, кому сейчас прямо на работу нужен духовно развитый человек, какой-то специалист. Вот прямо сейчас, чтобы духовной практикой занимался. Вот взяли бы прямо сейчас. Поднимите руку. Вот, пожалуйста, есть такие люди. А какая специальность? Бизнес что значит? Ну торговля что ли? Большой коллектив. Много разных стран. Разные культуры. Разные культуры и так далее. Видите, прямо сейчас нужен человек на работу. Духовно развитый. Не просто человек, а духовно развитый. Чтобы он духовной практикой занимался. Это большая востребованность, понимаете? Большая востребованность. Развивайтесь. Проблема ведь не в том, что вас не берут на работу, а проблема в том, что у вас нет духовно развитых друзей. У вас нет... Вы не занимаетесь духовной практикой активно, не общаетесь на духовные темы. У вас нет друзей, вы одиночка. Так как вы одиночка, никто вам не может предложить работу, то никто не может вам помочь. Потому что у вас нет вот духовного развития. Благостные люди все вместе живут. Странствые все по отдельности. Они вежественные вообще, одинокие волки. Они никого ненавидят. Хоть и делают вид, что они вместе. Благостные люди живут как одна семья. Если у вас нет своей семьи, значит вы еще не в благости находите. Человек не в благости, если находится, он не может быть счастлив. Он будет страдать все равно. Хоть и работу найдет, все равно будет страдать. Развейте свое сознание, очистите свое существование. Найдите близкое общение духовное. И вам сразу найдут работу. Вот у меня, допустим, если среди моих знакомых кто-то потерял работу. Знаете, какой переполох начинается? Сразу все звонят. Там джу-жу-жу-жу-жу-жу. День проходит, все, работу нашли. Говорит, а мне никто не звонит. Ну, значит, у вас такая жизнь одинокая, вы, значит, ни о ком не заботитесь, не хотите никому служить, о себе только думайте. Человек, который думает только о себе, все, капец. Он не может быть счастливым. Его жизнь просто идет под откос. Начните о ком-то заботиться. Не надо бегать и искать работу, это бесполезно. Начните о ком-то заботиться, начните молитву, начните просто служить людям. Приведу вам сейчас один пример. Пример, который вас убедит, легко убедит, как надо жить правильно. У меня есть один друг в Москве. Он вообще не искал себе работу. Он продал машину. У меня была одна машина, больше ничего не было с женой. Одна машина. Он продал машину. Купил на этой машине продукты, питание. И просто взял и начал кормить нищих этими продуктами. Открыл фирму, которая называется «Пища для жизни». И начал просто кормить на эту машину проданную продукты, питание. Подошел человек, говорит, ты что здесь делаешь? Он говорит, я людей нищих кормил. Он говорит, а на что? Я машину продал и кормлю. Он такой удивился, говорит, ну давай я тебе помогу. У тебя, наверное, деньги-то скоро кончатся. Я могу тебе давать на кормление. Потом еще один такой появился. Потом еще один. А потом в правительство Москвы ему сказал, а мы тебе тоже хотим деньги давать на кормление людей. И мы хотим так же, чтобы он нас конкультировал, какие благотворительные организации открывать, а какие нет. Потому что много развелось шарлатанов. А ты честный человек, кормишь всех. Так он стал известным человеком, который решает многие вопросы серьезные. А началось все с того, что он просто продал свою машину, за которую люди обычно держатся до последнего. И начал на эти деньги кормить нищих. Шаг в пропасть, да? Вы думаете, о, Олег Геннадьевич, так я бы не стал жить. Ну потому что вы не этот человек. У вас не хватает духовной силы для такой жизни. Я привожу такие примеры, которые обычно непонятны людям. Например, я поехал со своими помощниками 17 лет назад в Индию. И мы там лечили людей, которые приезжали духовной практикой заниматься. Мы собрали деньги в России. Я тогда уже нормально лечил, заработали и приехали. И там просто бесплатно служили всех, лечили, лечили. И долечились до такого момента, что мы не рассчитали, у нас все деньги кончились. И нет денег уезжать назад, и нет денег кушать даже. И мы в молитве такие живем. И ко мне подходят ребята, говорят, у нас денег нет. Завтра кончатся деньги, мы не будем ни на что будет кушать. Я говорю, не беспокойтесь, мы для Бога живем, Бог нас не бросит. Не беспокойтесь, продолжайте молитву, выполняйте свое служение. Вечером этого дня приходит письмо, человек мне с письмом приходит. Я открываю письмо, там 80 долларов и просьба о помощи в Америке, как будто там плохо стал. Я как бы изучил, все написал, письмо помог. Несколько, какое-то время, там 80 долларов в Индии можно по-простому жить долго достаточно. Ну какое-то время мы пожили там на эти деньги. Вот. Приходит время, они кончились. Они приходят, говорят, денег нет. Я говорю, молитесь, Бог нас поддержит, мы для него живем. Они говорят, что опять письмо придет? Я говорю, ну не знаю, может и письмо. Вот. Вечером приходит письмо из Австралии. 60 долларов лежит. Просьба о помощи. То есть, ну помог, пожили на эти деньги. Они начали кончаться уже. Мои помощники уже совсем бледные ходят. Вот. Ребята молодые поехали со мной помогать мне. И приходит один человек, у нас один духовный учитель. Он очень богатый человек. У него несколько заводов. Он приходит ко мне на прием. И он очень проницательный. Он такой смотрит на ребят. Они бледные такие ходят. Он смотрит на меня. Я такой нормальный вроде. Он говорит, у вас деньги-то есть на жизнь? И смотрит на них. Они такие. Ну он все понял сразу. Говорит, что, у вас денег нет? Я говорю, ну Бог дает. Говорю, сколько надо, столько дает. Все нормально. На них опять посмотрел. Они вообще такие уже. Он же богат, они знают. Ну и когда он ушел, ничего не сказал, ушел. Я его полечил. Он говорит, пожертвовать что-то. Говорит, не надо. Все нормально. Задумчивый такой ушел. Приходит на следующий день. Смотрит на меня и говорит, тебе надо ехать будет в Россию читать лекции. Я говорю, надо будет, да. Тебе нужны будут деньги на билеты. Я говорю, да. Вот. Поэтому достает пачку таких 100 долларов купюр. Говорит, вот тебе деньги на дальнейшую твою жизнь. Я говорю, я не возьму. Он говорит, возьмешь. Я говорю, почему? Он говорит, а потому что я уже до этого спросил у нашего духовного учителя. Он сказал, ты должен взять деньги. Это его наставление. Этих денег хватило, чтобы купить билеты, подготовиться, рекламу сделать там на лекции, поехать и читать лекции. В этом мире нет нищеты. Нет нищеты. Нет несчастья. Есть только испытания. И все. Мы этого не знаем. Так как мы тупые и упрямые, как бараны, мы остаемся на своем. Мы не хотим сдавать экзамен. В этом проблема. Только в этом проблема. Нет больше никаких проблем. Попытайтесь это понять. Мой духовный учитель уже 50 лет не работает. И никогда не работал. Он отречение принял 24 года. Не 50-40 лет. Понимаете? И никогда у него не было нищеты, не было никаких проблем. Всегда у него была возможность кушать нормально, нормально жить. Но что он посвятил себя духовной жизни, своей жизни? Посвятите хотя бы чуть-чуть себя мыслям о светлом, о чистом, о возвышенном, о чем-то. И у вас не будет безработицы. Кто мне задал этот вопрос? Поднимите руки. Кто вот эту записку написал? А? У тебя у вас вопрос. А кто записку написал? Мужчина какой-то стесняется. Ну ладно. Оставил работу, где долго трудился. Сейчас бы вам нашли работу прямо сейчас. Ну кто задал этот вопрос? Может его здесь нет. Ставил работу, где долго трудился, чтобы расти, нести людям радость, любовь. Учился передавать опыт. Началась катастрофа. Начал терять работы. Десять коллективов за два года. Окончательно поссорился с женой. Любился снова. Ушел жить к той, которая воодушевила. Ну вот. Остановила от самоубийственных мыслей. Формально, если человек занимается духовной практикой, у него нет самоубийственных мыслей. Это невозможно просто. Потому что когда человек молится Богу, думает о святом человеке, в это время он чувствует себя душой. Ему нечего убивать. И незачем, потому что в это время он испытывает огромное счастье внутри себя. Хоть у него есть работа, хоть нет работы, не имеет значения. Если вы как бы хотели жить самоубийством, закончить. Не было никакой духовной практики. Просто было какая-то лицемерие какое-то. Моя любимая тоже потеряла работу. Не могу помогать дочери, студентке, ибо нечем жить самому. Сейчас нету сил, ненормальной работы. Не покончить даже самоубийством нет сил. Кто написал? Это индивидуально должно решаться. Кто за вопрос задал? Есть человек? Поймите такую вещь, что... Я уже ответил на этот вопрос в предыдущей записке. Но если вы хотите, чтобы я вам лично что-то сказал, можете поднять руку. Можно ли ставить на один алтарь изображение святых разных религий? Надо спросить у своего наставника. Скорее всего, он запретит. Но в моей традиции духовной разрешают. Если я захочу Иисуса Христа на алтарь поставить, никто мне не запретит это дело. Почему? Потому что есть понимание, что Бог, он в разных духовных традициях проявлен. Больше того, в моих священных писаниях, в моей духовной традиции, предсказанный приход Бога разных других духовных традиций. Например, в Шимат-Бхагаватам предсказано, что придет Будда. И он уже приходил. А Шимат-Бхагаватам написан был 5000 лет назад. А Будда приходил 2000 лет назад. Это предсказание уже сбылось. И там было написано, что это воплощение Бога. У меня другая духовная традиция. Будда пришел не для того, чтобы дать людям веды. Он дал другое знание. Но это было предсказано ведом. Таким образом, есть связь между разными духовными традициями. Есть связь. В Авище Пуране есть предсказание о том, что придет Иисус Христос. Даже названо имя. И тоже об этом говорится так же, как в священных писаниях христиан. Очень возвышенно. Понимаете, о чем я говорю или нет? Нет противоречий. Противоречий есть только вот здесь. В наших башках. Или в головах тех, кто недостаточно глубоко понимает задумку Бога. Иногда священники не понимают этого. И они боятся, когда ставят на алтарь изображение разных духовных традиций, иконы. У меня другой опыт. Я знаю много таких людей, у которых много изображений разных духовных традиций на алтаре. И они... У них своя вера. Но они заодно ставят всех остальных, потому что уважают. Они признают это все и ставят на алтарь. Таким человеком был Лев Толстой. Он написал книгу, в которой сейчас семинары даю, записки на каждый день. То есть календарик сделал такой. Каждый день какое-то новое высказание. И все высказания из разных духовных традиций. Но он сам был христианином. Он перевел, например, Тиру Курал, такое произведение, древнее ведическое произведение о нравственности. Он перевел первый на русский язык и издал его. Лев Толстой такой удивительный человек. Он уважал разные веры. Это признак образованности человека. Кто такие сектанты? Сектанты — это люди, которые признают только свою веру. А все остальные веры ругают под любым предлогом. Это сектанты. И эти сектанты, они всех остальных называют мракобесами. Кто такие мракобесы? Люди, которые демон, демонично настроены, живут во мраке. Так вот, те люди, которые признают только свою веру и всех остальных ненавидят других вер, это и есть мракобесы. Самые настоящие. Потому что они разжигают религиозные войны таким поведением. И все войны, самые тяжёлые на земле, происходили из-за разницы в вере. Люди убивали друг друга из-за веры в основном. Поэтому мы должны это невежество изжить, из нашей жизни. Уничтожить с помощью знаний. Таких мракобесов, которые признают только свою веру, всех остальных ненавидят. Надо с помощью знания, не с помощью ненависти и злобы, а с помощью знания разоблачать этих шарлатанов, которые считают только свою веру правильной. Это на самом деле невежество и бескультурия так считать. Потому что достаточно просто почитать жизнь святых в других духовных традициях. И можно увидеть, что во всех духовных традициях серьёзных есть святые люди. Они совершали духовные подвиги. А раз есть святость, значит есть Бог. Да? Да? Что вы хотели? Ну давайте, Паша. Конечно, имеет свою карму как страна. А у нас у всех одно и то же. Сейчас же нет никаких самостоятельных стран. Поднимите, скажите мне, какая страна сейчас самостоятельная? Хоть одну назовите, самостоятельную страну. Все страны зависят друг от друга. Сейчас весь мир очень переплетается тесно. Все страны должны друг другу большие суммы денег. Всё переплетено очень сильно. Самостоятельная, да? Ну скоро, значит, из неё сделают котлету, если она самостоятельная. Хорошо. Все страны друг от друга зависят. У вас нормальная, хорошая страна. Мне нравятся люди очень образованные, очень чуткие, сердечные люди, с хорошей культурой. Я слышал, что даже многие слова похожи на санскрит у вас. То есть древняя культура здесь. Чувствуется даже по воспитанию людей. Но вы не беспокойтесь по поводу Литвы, вы здесь недодолго. Ещё несколько десятков лет, и вы будете совсем в другом месте жить где-то. Забудете, что вы в Литве жили вообще. Самое главное нам получить тело без хвоста в следующей жизни. Без хвоста, чтобы ходить прямо. Это задача номер один. А в Литве, не в Литве, это уже. Ну так немножко пожили в Литве, потом в Америке, там ещё где-то. Недавно начала работать в детском доме. Чувствую смысл своей работы. Классно. Хочу помогать детям. У меня есть цель открыть свой детский дом, где могли бы расти в хорошей среде любви. Несколько недель назад получилось сразу 4 предложений о новой работе. Люди позвонили с предложений в основном работать с детьми, но не в детских домах. Пожалуйста, помогите разобраться, в чём мне говорят эти новые предложения. Не надо ничего менять. Смотрите, как развивается судьба человек. Вы, да? Надо... У вас есть хорошее положение солнца, вы можете открыть свой детский дом. Но поймите такую вещь, что это происходит не сразу. Вы должны создавать команду. Вы должны найти свою духовную среду, найти духовное общение. Эти люди станут вашими соратниками. Вы будете с ними получить определённое образование. Мы должны создавать определённую среду, обучать их. И когда инфраструктура уже на тонком плане, детский сад возникнет, когда появятся все важные самые личности, специалисты, начинайте с малого. Сделайте это там буквально на квартире какой-то откройте. Не сильно, ну, беря аренды там, ни финансово не делайте. Сначала создайте это в миниатюре. И отработайте. Пускай кто-то у вас воспитывается, немножко детей. Постепенно это всё само собой начнёт расти, если Бог этого захочет. Вам придут квалифицированные специалисты, которые будут в бухгалтерии, возьмут на себя развитие там и всё прочее. Но сначала вы должны созреть как личность, которая притягивает к себе людей. У вас есть уже соратники такие люди, которые хотят вам помогать? Нет. Это значит, что вы ещё дураковно недоразвитый человек для такого проекта. Продолжайте работать там, где работаете, никуда не прыгайте. От этого ничего не поменяется. Нарабатывайте свой опыт, ищите себе соратников. Понятно? Видите, какой вопрос хороший? Почему женщина такой вопрос задала? Потому что она уже… Сколько вы молитесь у нас? Сколько духовной практикой занимаетесь? Восемь лет. Видите, она уже отработала вот эти вопросы все. «Мне хреново жить, Олег Геннадьевич». Видите, она уже не задаёт такие вопросы, потому что она сожгла эту карму уже всю. И у неё другие вопросы. Как помогать людям? Как заботиться о других? Как расширить своё счастье? Как сделать других счастливым? Понимаете, другие вопросы, потому что уже есть опыт победы над собой. Другая жизнь совсем пошла. Подтверждение. Какие причины онкологических заболеваний? Причины такие. Смотрите. У человека в результате трудности жизни копится засорение каналов. Если канал становится какой-то очень плотным, туда заходит опухоль. Ещё быстрее это происходит, если человек лопает мясо каждый день. Если человек делает аборты, на месте аборта может опухоль зайти. Если человек ненавидит своих родственников или других кого-то людей, тоже через ненависть опухоль входит в организм. Если человек очень ленивый по природе, у него каналы быстрее забиваются. Если человек ест всякую гадость, пищу слишком острую, слишком жареную и так далее, это может вызвать опухоль. Если человек курит постоянно, это может вызвать опухоль. Вот такие причины злокачественных опухолей. В основном причины, что забивается тонкое тело, и его надо очищать. Тонкое тело очищают посты. Посты излечивают от злокачественных опухолей. Профилактика злокачественных опухолей – посты. Дальше. Периодически надо кушать больше сырой пищи. Она прочищает каналы тонкие. Дальше. Хатха-йога – статические упражнения. Человек делает упражнения, застывает в одном положении. Каналы пробиваются в это время. Дальше. Следующее – это больше проводить времени на природе. Есть пищу, которая выращена без химии. Каждый день просить прощения – прощать. Это очищает тонкое тело. Можно съездить в Индию, пачакарму сделать. То есть там вас будут промасливать, заставят кушать простую пищу, будут мучить, клизмы делать, кровопускания, рвотные, слабительные. Со всех щелей будут выводить всё, что можно вывезти. Кто ездил, поднимите руку. Замучили вас там? Сколько вы там пробыли? Неделю. Но это совсем мало. Три недели надо. За три недели замучают так, что мало не покажется. И потом человек чувствует себя облегчённым. У него как будто новая жизнь началась, легче стало жить. Есть такие птицы, долгожители, которые живут, допустим, до 50 лет. Потом улетают в Гималайи. В Индии есть такие птицы. Улетают в Гималайи. Там ничего не кушают, постятся. У них выпадают все перьи. Выпадает всё, что можно выпасти. И потом у них начинает всё отрастать новое. В Индии есть такая практика, я никому не советую её делать. Человека закрывают в помещение. Без воды, без еды, без всего. Без звука, без света. В тёмную комнату. И он должен там также находиться неподвижно. В положении лотоса он там сидит. Нет никаких раздражителей. Комната тёмная. И он начинает молитву на 40 дней. За 40 дней у него выпадают все зубы, вылазят все волосы, ногти. Всё как бы выпадает. И всё начинает расти заново. Да? Да, и он так заново обновляется. Апгрейд происходит. Но имейте в виду, что мы не сможем имитировать этого. Это нужна очень большая сила внутренняя, чтобы так сделать в организме. Люди очень сильны духом. Иногда у них зубы к старости лет начинают расти. Такие случаи известны в истории. Омолаживается организм. Пора заканчивать. Поэтому не надо самим пытаться себя омолаживать. Просто съездите в Индию, сделайте панчакармы. Можете к нам приехать, поставить себе кору. Кора прочистит тонкий канал и полегче стоит. Кто ездил, поднимите. Кто из вас уже был? Есть такие? А вы будете носить такие вот куски коры на себе? Ну, вернее, носить не будете, будете сидеть с ними, потому что с ними не походишь. Там несколько килограмм. Это такое рефлекторное воздействие на организм. Коры деревьев? Да, там разные коры. Кора разных деревьев клеится в столбики такие длинные. И это целая конструкция такая большая. И человек носит, и у него вот постепенно, он прям чувствует воздействие. И у него начинаются тонкие каналы прочищаться. Где прочищаются, там болезнь проходит. Пример. У нас одна женщина пришла в 94 года к нам лечиться. Она кандидат медицинских наук такая. 94 было, да, года ей? Не помнишь? А? Сколько? 84. Кандидат наук каких-то? Не медицинских разве? Не дал? Нет, вот женщина, да и говорит, лексотерапевт этой, мама. Сколько ей лет было? 19-19. Ну да, около 90 лет что-то такое. И у нее все лицо было в этих, в попеломках. Ну родинки такие, висящие на ножках. Ну все лицо, вот так, все было закрыто полностью этим попеломками. Она поставила кору, и вот как канал начал прочищаться, связанный с этим, с этой кожей, так у нее они начали отваливаться. Прошло, по-моему, пару месяцев, и у нее вот так раз-раз-раз-раз, и все подвалилось. Лицо освободилось, очистилось, все. Она жива в вашей клинике? А? Она жила в вашей клинике? Нет, нет, она просто на моей кору сделать за 5 дней, за 6, а потом она дома уже лечилась с ней. Мы наблюдаем, созваниваемся с человеком, узнаем, как дела там, все изучать. Сильное такое воздействие на организм. Некоторым пару раз надо приехать, чтобы как бы мы там разобрались, если что-то не доделать, доделываем. Многим помогает. Лечение не дешевое, стоит где-то больше 2000 долларов, потому что очень много индивидуальной работы. Надо по всей России собирать эту кору, ездить, сушить, резать, склеивать это все. Много. Мы даже сейчас не окупаемся. У нас нет прибыли. Ну то есть бесприбыльная деятельность, потому что большие затраты. Много сотрудников нужно содержать, чтобы это все делать. Вопросы закончились? Ну, я, к сожалению, вот смотрите, сегодня я победил. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот столько еще много осталось. Думаю, что если я на эти отвечу, еще столько же навалить. Поэтому мы не будем гнаться за то, чтобы на все ответить. Ну, простите, если я не смог, не успел на ваши вопросы. Понимаете, если я на лекции просто на ответы отвечаю и следующее, только на ответы, всем будет скучно. Нужно что-то все-таки, чтобы была лекция, чтобы что-то объяснялось. Иначе будет... Я пробовал так, только на одни вопросы отвечать. Людям не нравится. Они говорят, надо как-то по-другому, чтобы было интересно. Все сели прямо. Я по-прежнему так же рад вас видеть, как в первый раз. Мы по-прежнему с вами работаем, сражаемся, побеждаем. Сейчас мы опять будем счастливы, будем желать всем счастья. Наша жизнь продолжается. Надо вспомнить вашу святыню, то, во что вы верите, святого человека, изображение, молитву. Святое место какое-то. Я хочу тебе служить. Святость — это означает то, что приносит другим счастье. Это та сила, которая делает всех счастливыми. Я хочу тебе служить. Означает, хочу делать других счастливыми. Когда мы повторяем, я желаю всем счастья, надо забыть про себя и забыть про то, что я желаю всем счастья. Вспоминайте про святое что-то. Как вспомнили, отдавайте. Вспомнили, отдавайте. Вспомнили, отдавайте. Вспомнили, отдавайте. В этот момент, когда вы это будете делать, у вас сердце будет становиться все лучше, лучше, лучше. И в какой-то момент наступит просто спокойствие полное. А потом придёт знание о том, что делать. Не обязательно Олега Геннадьевича спрашивать, где найти работу. Просто когда вы занимаетесь такой практикой, приходит вот это знание само в сердце. Вы идёте и находите её. И всё. Всё очень просто. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья, любви, духовного знания, удачи и самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за все ваши теплые взгляды, за все ваши улыбки. за то, что вы все время это были со мной. Простите, если я что-то сказал не так. Всего доброго. Продолжение следует...